Субтитры создавал DimaTorzok 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 И это действительно очень образно и точно Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому, когда мы Субтитры создавали очень часто Субтитры создавал DimaTorzok И когда мы Субтитры создавал ДимаTorzok И многом flock Там будет много пропустилих телеводов. Но к русских телеводов постой один термин, матица прескача. У ствари, матица полаже яйца в одну теле до другой, а мчели касни поедут, јер су то неугодене влажнице. И когда видите тако легло, тако матице не жалите. Более то, ведь один из первых, ЦАБУ, он показал, что на два полного года работы марка использует в среднем 78% и 70% запаса сперва. Семь того, ЦАБУ е приметил, да после две години ИТЗИНОГРАДА, челес 78% и више и строше сперва. Человоды практики накопили огромнейшую статистику, причём это многолетний материал на нескольких десятков тысяч матов, когда они сравнивали продуктивность семей с однолетними матками, двухлетними матками, трехлетними и старшим возрастом. Человоды практичари су на огромном броју узорака, у ствари извели заключак упореджуючи носивост одногодишнје, двогодишнје и трогодишнје матки. Мировой опыт указывает на то, что семья с трехлетними матками их продуктивность в среднем на 42,4% ниже ниже с однолетними матками первого года. Кроме того, чем старше матка, тем чаще появляется из тих тројенја. Кроме того, учеными и практиками установлено трехлетние матки во време зимовки в 50 раз чаще гибнут, чем однолетние. Сем тога, практика показала, да током зиме трогодишнје матки 50 пута чаще страдаю од одногодишнје. И вот, уважаемые коллеги, я бы просил вас забудить имен среднер уйти за аудиторију. Можете, а не коллеги, я би желео да ви то запамтите и да са тим изадјете из ове аудиторију. И испунјавање едног з важного технолошког элемента у погледу негованја чарније друштва дозволяло да се реши семь крупных проблем практического пчеловодства. Седам крупных проблем практического пчеловодства. Всего лишь одним элементом, одним технологическим элементом, семь крупнейших проблем. Само едним технологским элементом седам крупных проблем се решали. Вот я почему, это честно и предельно объективно, я почему, так сказать, вот решил до вас это донести, потому что русские пчеловоды очень часто не выполняют требования этого монетизации. Я вам пожелал, да вам скрене парк, я знаю, что у русских пчелов часто в том моменте не вводят много рачок. Очень часто пчеловоды на этом экономике. На этом экономике нельзя. На томе штедити не треба. Вы смотрите, чем моложе матка, за счет этого обеспечивается более высокое качество пчеловодской семьи. Сила семьи в среднем возрастает на 20-25%. Сила, ячина пчеловних дружбов, зараз квалитета матки, может да нарасте 20-25%. Сэкономил я деньги, не заменил старую матку на молодую, не смотрите, 50%... Что-то у меня указка стала заедать. И 50% по существу, 50% льда я потерял. А видите, ако смо экономисали замене матки старым ладом, ми можем да изгубимо их до 50% прихода. Кроме того, семьи со старыми матками значительно чаще роятся. Три раза чаще роятся семьи со старыми матками. А в условиях крупного производства это вопрос так же очень актуален. Са старыми матками семья значительно хуже зимуют. Са старыми матками семья значительно хуже зимуют. Са старыми матками 50% чаще гибнут, чем молодые во время зимовки. Речено е да су старые матки 50% путь чеще углиљавают током зиме. Кроме того, колеги, ученые и практики доказали, что смена старой матки на молодую является самостоятельным и достаточно эффективным за эффективным способом борьбы с еще варом. За тога, наука и практика су показали, да замена старых матица младих представля веома епекасен начин у борьбы с варом. Овде све гранично, ясно и просто. Мы ведь с Вами отметили, что чем старше матка, тем семья в три раза чаще ројатся. Мы смо вече рекли, да, что е старая матица, то се пчели не дружко чаще ројатся. А ведь первый признак того, что семья готовься к ројению, и что начинают выращивать от сортнёва раствор? А когда се пчели не дружно спреја за ројение, он да увелико негује трутовског лего. И Вы хорошо знаете, чем моложе младка семья, тем меньше пчелы в течении сезона врачу и труднёва раствор? А что има матица младца, то се пчели не дружбом мање трутовског лего да увелико. А Вы знаете биологию Крпелја Вароја? Что самки Крпелја Вароја всегда для своего размножения предпочитают трутнёву раствору. Крпелј увек више обожава, односно предпоставя трутовског лего, односно на Радиничко. Закрпелјеност трутовског лего била често десяток пута, веще него Радиничко. А вследствие этого количество выращено трутнёву растворностни сезон во многом определяет количество грещей в семье осенью. А управо количина от него трутовског лего одрежује количину крпелја у чарниј дружбе. Поэтому во многих странах мира именно этот тезис обязательно в практическом человодстве использује. И, конечно, последнее, тоже не менее важно, что своевременно смена старой мати на молодую позволяет повысить экономическую эффективность и обеспечить устойчиву рентальность производства. Это тоже очень важно и у вас, в церковном человодстве и в человодстве России. И сег тога замена старой матице младым, омогучује да се повеће рентабилност производје, и то не само код нашу Рушије, код вас. Поэтому вы должны быть удержаны сами, передать своим детям, передать своим друзьям, что никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя экономить на средства на приобретение масок, чтобы осуществить повећенную смену старых масок на молодых. Зато ви треба о томе да водите рачуна и да преносите своје деце, да никогда не треба штедети на замене старых матица младих. Следующий фактор, который мы с вами обсудим, следаћи фактор, который ќе можемо размотрити, это фактор корма, тоје фактор храна. Здесь действительно это также является главным экологическим фактором влијајући на рост развития продуктивно спчалене душија. То је такође главный фактор, экологски фактор, који утиће на раст и продуктивно спчалене душија. И мы немного поговорим о влијянии запасов углеводного корма. И ми ћемо мало говорити о резервам углеводных изратных храна. И, безусловно, поговорим о влијянии белкового корма. И мало ћемо да проговоримо неку речь о утицају беланчањосте храна. С Ваше позволение, я ба хотел прежде, но буквально несколько замечаний по основным процессам переработки нектара у мёд. Са вашим допуштением я ћу мало да кажем неколко речи о преради нектара у мёд. Силу того, што здесь очень часто и в учебниках, и в книгах, и в рекомендацијах ряда авторов допускают серьезно ошитње. У првом реду, због тога што и у учебницима, у книгама, ми из автора у том смислу праве неке грешки. И вот некоторые, в том числе и ученые, в том числе и человоды практики, говорят о трех основных процессах переработки нектара. И научници, и челови практичари у том смислу говорят о три этапе прерады нектара. На самом деле их пет, а у ствари таквих је пет. И вот мисионный нектар, в первую очередь, начинали перерабатывать ёо пчелы путем удаления излишней пыльцы из нектара. Прераду нектара челе прво започинју удалявањем сувишно цветов праха из нектара. Вот очень многие пчеловоды и ученые, в том числе, не говорят о том процессе. О том процессу многие научници и пчелови о том процессу уобште не говорят. А он очень и очень важен. А он је веома, веома важен. Ведь здесь выявлено глубокие межпародные различия. Примећена су велика меѓурасна, меѓурасна разлика. И что установлено? Чем северния порода, чем тем более на более тщательно отцеживает нектар от пыльцы. Что је раса пчела северния, то она боле одвая цветов прах от нектара. Ведь не случайно. И не случайно. В процессе многомиллионной эволюции в организме пчел появился специальный орган, который выполняет эту функцию. Он называется промежуточный клапан или проветрикул. И не случайно да се толкова миллиона година под пчеле формирал један посебан орган, проветрикулус или меѓу вентил. Почему именно пчелы стали обязательно отделяют нектар от пыльцевых зёрна? Такой ветил служи за то одузимање цветов праха от нектара. А зашто пчеле то чине? Мецеви зёрна служат первичними зародовщими кристалами. И чем больше цветочни мецевни птари, тем скоро его кристализација више. Дакле, што више зрнака цветов праха доспе у нектар, остане у нектару, односно касније у меду, то ће то бити иницијатори кристализације меда. Убржане кристализације. Че може да се кристализовала си соцар и че ово страдали, а цветово бавридију зубођу? Ако се то деси у садђу, да се укристалише, због тога мед, челе ће због тога да страдаю и да угину. Можевали те, које су биле у станју да боле профилтрираю, да одвоје цветни прах од меда, они су себе обезбецивале успешност преживљавања и тиме таквим одабиром, такле, селекцијом и тако дошло се до данашјих тела. Чем больше пельци меди, и в особисто кога пчела зимой питается этим медом, то што? Значи больше будет непереводимых остатков задјей материји кишечни. Потому што при низких температурах, значи и белковој праце медицији, и липиди, очи плохо сварива. Што је више цветног прака у меду, при зимско-искраних пчела ствара се већ и број несварљивих материја, Случају, отаку пчела, брже се врши преоптереће задњих тела пчела и долази до пролива. И вот в этом отношје установлено глубочайши достоверны разлићи межу пчелни северна порода и южна порода. Чем северна порода пчел, тем они более чекно отцежуји метањањањањањањањањањања. И у том случаю примечена је разлика између северних раса пчела и южних северна рањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањања В зимском периоде, когда пчелинья дружба не негуе легло, нему е потребна самоуглено-хидратна храна, так ли храна отвоена от цветов права. Второй процесс переработки нектара в мед, он заключается в удалении излишней влаги. Другий процесс е, процесс удалявания сувишней влаги из нектара. Той процесс се одужи 5-6 дна. Грубо говоря, чисто физический процесс. Он осуществляется исключительно за счет интенсивной вентиляции гнезда. По прямым исследованием установлено, что первый день из внесенного гектара, челинь должно удалить не менее 50% влаги. В противном случае он будет закисать. По проведеним испытываниям у току первых 24 сада, челе су дужно да отстрани из нектара 50% укупне воде. Поэтому во время главного медазбора человод должен облегчить работу по удалению излишней влаги. То есть усиливать всегда вентиляцию. Зато за время главной паше челар треба да помогне пчелама, да что эффективнее отстраняю излишню воду, включуя максимальную вентиляцию. Третий процесс – процесс инверсии сахаров, который продвигает под действием фермента инвертаза. Этот фермент вырабатывает гипофарингеальные железы молодых чел. И помните о том, что инверсии продолжаются и после запечатания течения. И запомните и то, что эта инверсия продолжается и после запечатания течения с медом. Пусть вас не богат, что никогда свежий откачаный мед может содержать повышенное содержание сахаров. И, как вам показывает практика, свежий откачаный мед очень часто, но он содержит до 6 и более процентов сахароза, в реальном случае до 10 процентов сахароза. Мы должны это знать и в практике правильного чел. Мы должны это знать и в практике нужно правильно себя чувствовать. После запечатания меда не надо терапевти, так сказать, давать и он на сертификацию, на дать возможное его назревание. Четверти процесс придания меду киселка с реакцией. Вы знаете, что мед всегда имеет явные киселки реакции, ВН 3,8, 3,9. Вы знаете, что меда у меня есть киселка с реакцией, он PH-38, 3,9. Этот процесс осуществляется за счет фермента глюкооксидазы с образованием глюконовой кислоты, с образованием глюконовой кислоты и с образованием глюконовой кислоты и додаванием медоводовительного укуса. Достигло 3,8. Как только 3,8 pH достигло меда, все этот фермент перестает работать, все передание глюконовой кислоты прекращается. Фермент глюкооксидаза делује дотлеток се кислот не достигне от 3,8 pH, а после тога тай фермент више се не излучување и више не потреба. Пятый процесс – процесс запечатывания ячеек со зрелым медом восковыми крышечками. Пятый процесс – процесс запечатывания целия меда восковыми покопчичками. В том случаје, если јећењење закрите војскову кислоту, безусловно, мед уже зрелым и в первоју очерје челы начинают закривати војсковым крышечким јећењку, после того, когда масло ве доле 20% дежаје до 21%. Дакле, пчеле поклапају саће са медом, када мед постане, како би то кажемо, зрелым, а када се проценат воде сведе на около 20%. Но помните о том, что, как я уже сказал, что и после запечатывания ячеек војсковыми крышечками там протекают глубокие диохимические процессы, да? В том числе и протекают процессы инверсии сахарозы на моноцахара в глюкозу фруктузу. Али запамтите то, да? И после поглапања целија са медом, можели поклапањима, там се у меду, дакле, обршеше се компликоване биохимические операције в том смислу претварање сахарозы в глюкозу и фруктузу. И отбираете соты с медом и вы обеспечите животовская древость, когда печатате меда, как минимум на две трети площади соты. И сад се с медом треба одузимати, ако је запечатано бар две тречине целија. И вот дальше, уважаемо колеги, непосредственно о влијании запаса курње обеспечене семији корту на состояние семији и је продукција. И ово како количина залиха храна, овде меда, утече на стане пчелјих друштва. На этом счет накоплен огромный и научный, и экспериментальный материал, и в том числе накоплен и опыт пчеловодами праја. У том погледу закуплен је огромный научный материал, али и материал који су потврдили пчелови и практичали. И вот проведен такой эксперимент многолетний. Проведен је овакал више годишки эксперимент. Были сформированы три группы семији аналогов. Сформированы су три группы аналогних пчеловијих друштва. Батареја. 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 Три группы пчелјих семији аналогов. Первая группа, вторая и третья. Первая группа, другая и третья. Эта семьји были аналогами. Друштва су била аналога. Батареја. Батареја. Само су се разлигова по поличини залиха меда. Причом, вот этот уровень обеспеченности ми је взяли из практики. Ведь очень часто у пчеловодов уровень обеспеченности корма свистны до главного метадвора, вот находятся на этом уровне. Три-четири килограма. Обај ниво обеспеченности медом, три до четири килограма, практику ми нисмо слућевно изобрали. То је у суштини случај који се често код пчелара јавња. У более грамотных пчеловодов это уровень, значительно више 6-8, а у овоћом пчеловодов 10-12. Код нешто писмених пчелара, те залихе су 6 до 8 килограма, по пчелинјем друштву, а код онихе најболјих 10 до 12 килограма и више. Выявлена четкая закономерност. Утврђена је яка зависност. Чем выше уровень корма обеспеченности, Чем выше уровень корма обеспеченности, Тем выше уровень личиночного кормления. Смотрите здесь, более чем в два раза выше уровень личиночного кормления при афинном. Ученые считают, что метаносы и пчелы способны оценить уровень корма обеспеченности. И, исходя из этого, соответствующим образом расходуют кормовое запасство. С обзиром на то, они су у стању да интенсивирају или уманјују потрощњу те хране. Они тем самым управляјају и количеством расхода и уровень использования его, уровень личиночного кормления. Они на тај начали, не само да регулишу потрощњу, Него регулишу практичу и ниво искране своје хране. Ведь скудная обеспеченность пчелиной земји корма приводена к достоверному снижению уровня личиночного кормления. Но ведь это смотрите, это влијае на качество личино. Маса трёхдневных личино также находятся в очень тесном зависимости от уровня корма обеспеченности. Ниво оскудне стандеменности пчелинји друштва храном доводи до тога да се сманјује колићина хране код лави, па то доводи до тога да маса трёхдневних лави, рецимо, буде при татним оскудним залихама мања. А ето сте безусловно смалије власна на њеме, а трођајца на качество нарађдајеће особи. Докле залихе хране се такође жестоко утичу на масу једнодневних изражених пчела. Значи при сутнах кормових западе зараждаются пчела более легковесные и их биологический потенциал достоверно ниже при нежели у джо каторе зараждаются, каторе вырисне в семјах хорошим обеспеченијимом кормове. Челе са код друштва, код одних друштва који су оскудно стадевена храном, практично не само да се радљају челе ситие, не, вече је 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 биологский потенциал битно спаде. Смотрите, при обејном обеспеченије общенициме и форму нарождаются пчелы, продолжительность которых, продолжительность жизни которых најуишна. Видите да је и дужина живота код джева у друштвина с најболе снабдевени храном дужа. Дужина живота повећана. Такође и колићина од неговоног легла, је тако већа је код одних друштва које су боле снабдевени храном. А то свакако утиће и на продуктивно шленење друштва. Причем смотри, этот показатель највыћа продуктивности не только за счет боле большего количества пчел. Ова продуктивност не је исключила последица веће колићине пчела. Но в том числе и за счет боле высокого качества. Смотрите, већ се то десило. Живой масли је цеменамерно увеличивается работоспособность је каѓе валграмот во споронијка и семей, које је је агритика најболезапас. Дакле, реце продуктивност не остварује се само заради велик броја пчела, я чује пчелије друштва, реце заради и квалитета пчела, дакле би овоћу потенцијалу са куплим метра. Но да је наједме спереди, я прошу вас време... И на основу тоге секрета, я бих ле замолјео да правило 35. Значи, смати, господи, је 4 килограма естина. Видите, ми имамо у овој една најотводијој груби 3 до 4 килограма хране, а у овој тако и 10 до 11 килограма. Но не спије, смари, скот 13 килограма, тој два разгућија. А видите, шо ше је дамеда развије 3 до 6 килограма. И вот што касаје, спокаје, мисо, па стојме си президиона продукција, казао, ми се экономили 7 килограма. А на сајом неделе ми потеријали 1200 рублей, а тој тој е экономија. Видите, ми смо горе уштедевију, у останје зали хране 7 килограма, а доле смо добили меда мање, чак 14 килограма. И мислили да смо тиме уштедеви, на супрот ми смо тиме изгубили. У овој случају, у некојим рубљама, хиляды престору бање. Это вторая заповед человода. Никогда, ни при каких обстојностах, нельзя экономить на кармане. То је друга заповед человода. Никогда, ни при каквим условијам не треба штедити у украње. Обилна, квалитетна истинна пчела сигурно ће да се исплати у добјенна продукција. Причем помните о том, что пчелина семья, как целостная заинсвязка царевој система, она в процессе делително многомилионной эволюцији отработала дальчајши механизмы направленные на экономию кармавоња. Сами пчели это делают. Они ни одного грамма лишних форм не израсывање. При томе заповедите да је током милиона година, током эволюцији пчела развила найосветливие механизме уштеди хране. Дакли ни еден грамм хране не ќе је залудом бити потрошен. Это тема специального разговора. То је тема специального разговора. Но это убедительнейшим образ доказано. Вы не сомневайтесь в этом. Просто из-за не менее времени я не буду докладывать. Уважаемые колеги, ту таблицу, которую я показал, это наука. Почтоване колега, ту таблицу, которую я показал, то је наука. А это вот практика. А ОД – практика. И смотрите, значит, мы практицируем влияние уровня храна обеспеченности в течении пяти лет наставаје 20-ти летних пасеков. И смотрите, вот анализа было 26 практически тысяч членов семей. Видите, ова анализа је извршена на огромном броју узорока на 26 тысяч членов друштва. Мы разбили все пчелины семи по уровню обеспеченности корма от 15 до 30 килограма. Осенјом. Осенјом. Да. Станје тих друштва у пролече и их продуктивност. Смотрите, што пяти летни огромней шоу показаје. А у десута нормална запаса, сильных семейна пасеки, всего лишь 10 процес, а 10 и 20 процес. И погледайте, из ове таблице се јасно види, дак од од одних друштва која су у јесен зазивљена са 15 килограма хране, у пролече практично сега 11,2% је било са 10 и више улица Пчела. Дакле, 11,2% сега јаких друштва. И практично смате је 32,6 като третни чаје членов земје були какими? Менее, менее шести улицек, т.е. слабые, која практично падежали. Чего? Објединеје ју. А видите, броје слабих друштва са 6 и мање улица Пчела, намам, то што је услови, и свега третина, 32,6% је слабих друштва. А напротив, при обидно и обидним завикам хране, рече о групи са 30 килограма, слабих друштва сега 9,2%, а јаких 57,3%. Скоро 60% јаких друштва само зарад остављених залиха хране у Великој Комиће. А сада да подлучемо црту и да размотримо шта смо добили, а шта смо изгубили. Вот казавска пчела вод 2, хороше пчела вод... Видите, добро пчела ви је ту, он је, речимо, с овај, економија свега 15 килограма, разлике између најманје и највеће. Казавс би ниће да разходава, а на первој група пачи, а на просле ја маје. Рекло би се да је прва група пчелијих друштава уштедила 15 килограма на унивостављених брезерова. А че без воде, значи 18 килограма казавам да се казаваме, а смоте ће 100 макеријаре, где се раде су суставије, считайте саје. А погледайте колика је разлика 14,4 килограма продуктивност, а овде 36,2. Та разлика је, као што видите, 21,6 у продуктивности. Тоест разлика суставије 6,6 килограма. Значи ја путјом даћи обидно кормов семје не потерял, а на противе получил дополњично 7 килограма с товарни је. Дакле, остављењем доводних залика хране ми ништа нисмо изгубили, чак подобили 6,6 додатних килограма. Уважаемо колеги, је из этих материалов и накоплено очень-очень много. Ових материала много набрано, сакупило се много. Но я думаю, что это очень убедительно. А я сматрам, да је то веома убедливо. И, в перву очередь, вы должны сделать вывод о том, что на каждый период жазвитејење у семје, она должна иметь оптимальное количество корма белкового и углевода. И треба да запахните заувек, да свако пчелиње дружно, у сваком тренутку, мора да има оптималу поличину угленог хидрата и биланчевностег рака. Уважаемо колеги, но помните о том, что мёд – это практически чиста углеводна корна. Питаясь мёдом, пчели могут очень долго жить. Но питаясь мёдом, пчели не могут выполнять следующие задачи, следующие функции. Как показал Хайдак или Гайдак, это американский дак? Без белкового форма пчели не могут практически выращивать развод. И вот он Гайдак показал, что если они выращивают развод, 15 раз меньше, исключительно за счёт резервных питачных веществ, собственного организма. Но Хайдак показал, что они выращивают развод за счёт резервных питачных веществ организма, которые резко снижают их продолжительность жизни и они погибают. Помните о том, что пчели питают только гёдом, не могут выполнять такую жизненно важную функцию, как производить вод и строительство. Запомните и код, что без искренне делакшенство охраном пчели не могут лучше воздать и гради сачи. Мало кто из пчеловодов знает, что на выполнении такой функции и производственного строительства, что они расходят 4,3 раза больше, чем выращивание расхода. Треба, да имамо у виду и да се запитамо на тиме, да пчели при лучењу воска и гради сача, 4,3 раза больше троше белок четвертого храну, но при мези лего. Кроме того, без белкового хора, без пельце, без герги, челы не могут перерабатывать на тиме нектар. Свет того, без беланченосте хране, без цветов прака, без перге, челе не могут прерадить донесение нектара. Чела принесла нектар, а ведь его надо перерабатывать. А что для переработки требует? Чела донела нектар, но нега треба прерадить. Нужен фермент инвертаза, да? А че е за ту прераду потреба? Потреба е фермент инвертаза. А тай фермент лучше хипофаријална железда. Без другого форма челе не могут продуцировать маточне молочко. Без беланченосте хране челе не могут лучше маточну млеч. Не могут продуцировать яд. Яд образуется так же только после того, когда пчела начинают инвизивно потреблять голкову урод. Яйца? Яд, яд, пчелиный яд. А, да. Дакле, пчели не могут без беланченосте хране да лучше и челе ни отрок. И не случайно, когда пчела зарождаются, во их холоднике пчела, во их организме отсутствует яд. И не је ни чудо што код младе, новородљене пчеле отсутствует отрок. Именно толчком для интенсивно развитие секретарных клеток большой и малой ядовитной железы как раз служит потреблении белкового форма. Управо, као узрощи појаве отрова је почетак употребе у великој мери беланченосте хране. И, наконец, последний, без полноценного белкового форма, пчела не може подготуватся к зимовке. И продолжительность жизни в этом случае в два с половиной три раза ниже. И без беланченосте хране пчела не може да се правило припреми за зиму и дужина неног живота у том случаю биће два ипо до три пута кратша дужина живота. И вот прежде чем говорить о влиянии форма и обеспеченности себе белкового форма на продуктивностними, на ростними, я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые детали, которые должен знать каждое пчела. И премега што вам стремем пажду на утицај беланченосте хране, на раст чарних дружба, на продуктивность и тако далје, я би желео још нечто вам кажу. Помните о том, что пыльца и перга являются основным источником белка, жира, минеральной соли и витамина. Запамтите то, что светлый прах являл как извор беланчевина, минеральных материя, витамина и маски. Да. И жира, маски. Да, да. И минеральная соли. Минеральная соли. Кроме того, уважаемые коллеги, я прошу вас помните, потому что это часто мы с вами забываем, что пыльцаар разных видов растений по своему биохемическому составу не одинак. И вот я специально лишь чтобы привести несколько примеров, чтобы убедить вас, чтобы вы знали, чтобы вы в практическом пчеловодстве это используете. Значит, вот если говорить о протеине, Его среднее содержание в пыльце разных видов растений 20%? Негов содержание в цветном прахе разных растений около 20%. Но смотрите, как варьируют, как изменяются. Али видим, как та куличина варьера, как се меня. Пыльца кукуруза содержит всего лишь 4% протеина. А пыльца арешника аж 30%. А цветный прах леске 30%. Если говорить о содержании жирства 9%. А ако говорите, ако се говори о содержании масти, то оно содержит 9%. Но пыльца славу содержит всего лишь 3%. Такое, цветный прах золотовый, то есть некая бритка. А до варчика 14,4%. Маслачка 14,4%. 14,4%. А колокольчика аж 19%. А колокольчика аж 19%. А колокольчика аж 20%. А колокольчика аж 20%. Более того, уважаемые пыльцы, смотри, если мы возьмем пыльцо одуванчика, в пыльце одуванчика отсутствует 3 незаменимых аминомиселина. А ако узмемо цветный прах маслачка, там недостают 3 незаменимые аминомиселина. И если пыльцы будут цветать исключительно пыльцовой одуванчика, они будут иметь неполноценные пыльцы. И ако се пыльцы будут гравить само цветным прахом маслачка, то че они бити подвртнуто неквалитетно и искрани. И там много ствари недостатят. А вот сейчас весной в том числе у вас слепих много пыльцев, пыльцы и силы. А у ово време, код вас у Шрби, пыльцы носят много цветных прахса Иве. А что известно, что работе от пыльца Иве не содержит две незаменимые аминомиселина? А видите, цветный прахса Иве не содержит две незаменимые аминомиселина. Я специально вас долго вот эти вещи закладывал с капольцем. Я сам ово вечере вам говорил другое о томе с каплим цилием. Челе, а в своей семье? Челе, единого дружба. Всегда стремятся собирать пыльцу с разных видов разделей, чтобы обеспечить сбалансированность корма по всем основным питательницам. Челе, единого дружба. Увек се трудят да доносат цветный прахса с више врста пыльяка, дабы сбалансирали такую храну. Поэтому мы с вами, зная этот факт, должны размещать на весенней разнике через семьи в тех местах, где бы и более представлены основные процедуры. Знаючи твой фактор, и то треба да, при пролочном развитии, размещаемо пчелинья дружба там, где есть поленаринца веще или више врста. Более того, я вас прошу обязательно помнить о том, что пчелы собирают цветочную пыльцу в радиусе всего лишь 400 метров. Семь того, я напомним, что пчелы рационально закупили цветочный прах со расстояния света от 400 метров. Они могут понужденности с большим расстоянием, но все же основное количество пчел семей собирают всего лишь в радиусе 400 метров. Кроме того, что пчелы стремятся всегда собирать пыльцу с разных видов растений, вы обратили нас внимание, в каждую ячеечку пчелы размещают пыльцу с разных видов растений. Поред того, что пчелы доносат цветный прах со различных видов, они практически и донесены цветный прах отложут в пчелие, не с другого растения, а с радостом, чтобы избалансировать эту грань. Поэтому в предыдущем периоде, когда ваши пчелы вашей семьи испытывают дефицит белкового оборона, стремитесь на вас, пчелом семьи, пыльку, потому что газ балансировано по всем основным питаниям. Потому что когда ваши пчелы и общество оскудевают в беларственной стране, треба пчелиньим дружбам давать рамовое сачи с пергом, потому что это избалансирована грана. И вот, с вашим позволения, уважаемые коллеги, я бы хотел вам как раз продемонстрировать, что и уровень обеспеченности пчел белкового форма оказывает существенное влияние нашей деятельности с пчелом семьи. Хотел бы я вам нагласить, что и ниво обеспеченности пчелиньего дружба беларственного с храном таково битно утече на квалитет пчела. Есть сила пијани еще выше чем при дефицитист углеводного упора? Овде је тая утечај, дакле, ниво стамдеверности беларственного, дакле, дакле, од одних пчелиньи друштава које су била са дефицитом у погледу перге, четири пута је манја стамдеверност ларви храна. Это безусловно отражајање и на качестве личины и качестве челка. То се, надобно, отражава на квалитет ларви и на квалитет пчела. При искудном обеспеченњење у погледу семије смадреги разница манјских пчел, била састављала годи и шејеттијање процеса. Для че в оба агенте је величина очень большая. Видите, челе које су се развијали у друштву ге је дефицит перге постојао, биле су 8,6% манје масе, а за тако мало живо створенје то је огромна разлика. Маса пчел вам мога определјање и екстеријерне показателје, а то је дужина рилице и сума 3 и 4 тергита. Таке, че пчел вам мога определјање работоспособности. А как сумаје показателје житнеспособности, это что? Продолжительность жизни. А как сумаје резултат, то је дужина живојта. И смотрите, что получается, что продолжительность жизни пчел, выращенју, прихуднање запаса ёлково форма достоверна гиѓе. И видите разлика у дужине живота једне пчела при дефициту, дефицитарном стам 91-м, је 10 дана, а то је веома много. И то је веродостојне показателје, такле, испитателје. Это дефицита масса изскледовоње во Болгарите своје работе, да? И я вам привелите данные, така чугари, то је ишоо в горе, 61. году показалось, при дефиците гелого форма, хајис выращиво развода, снижается аж 15 раз. Еще Боран в 1961 году показал, что при недостатке белочинства храна в дружбу, броя негованих ларвий сманивает 15 раз. То есть, это безусловно, тот вывод главный, фактор корма является главным экологическим фактором, который определяет рост развития семьи и ее продуктивного. И это главный фактор, который определяет продуктивность членов дружба. Драги коллеги, нормативы, которые, по поводу завиха храна, должны их обвязать. Продолжение следует... 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 А когда пчелы током этого весеннего периода сманивают лего, мы погоняем резервы крана. Это ошибка. Это ошибка. Можно иметь полтора килограмма, чтобы обеспечить повышенное уровень леченочного кормления, для чего выращиваем, которые пойдут в телевизор. То есть грешка. Треба имати у то время барь и 1,5 килограмма меда, да би се повисио квалитет чела, које ће ући у зиму. Обращаю Ваше внимание на то, что в этот период тако принципиально важно, чтобы я имела по нормативу до 70 килограмма энергии на улицу. У том периоду челинје дружство треба да има и 0,4 килограмма перге, по улице чела. По улице чела это к чему привидјот? А по улице челинје дружство на цену физиологическую подготовку. Это привидјот сокращение продолжительства жизни и еще 9 слих челинје погибли. У случаю дефицита то ће се одразити свакако на хвалитет чела, на дружину нихој живота и пре краја зима она ће да је убили. На зимји период норма аристочен системи углеводна форма необходимо увеличить. А у зимском периоду, током зимовања, треба норму меда по улице чела повећати на 2 килограмма. Запады черги снижаются в два раза. А резервы пергенц манюји се два кута, такве на 0,2 килограмма немање. Потому, что в первый период зимовки пчелы должны питаться чисто углеводным формам. Јер у првом делу зиме пчеле треба да се хране исключиво углеводным киндратом хране. Лише на вторую половину зимовки, лише с того момента, кога пчелы начинают выраћвать англот, тоя бы они имели возможности источник белковоње. Али у другој половини зиме, или точније, от тренутка, ког почне неговање лего, тогда треба да постоји извор белом чрезвенце гране. Уважаемо колеги, эти нормативы надо соблюзати совершенно... Ове нормативы треба увек да постојемо. И вот заре, уважаемо колеги, я бы хотел хотя бы коротко подоложить о таком факте, как влияние сосов нашей дејећни стёк. И само укратко да кажем на утицај саћа на живо чрезвене гране. У современних условиях. У современних условиях. А когда мы с вами работим в условиях поражености пчелским и аскосферозом и варацозом. Тогда ми радим у условия заражености варом и аскосферозом. Качество сода оказывает существенное влияние наше студентство пчелске. Квалитет саћа покаже тако тје велико утицај наше живот с пчелниј дружба. Вы пчеловоди практики, вы хорошо так сказать знаете, я здесь долго не буду объяснять, вы не студент. Пчелани практичари то знају, я овде не чу жестоко то да объяснявам, вы не студент. Что жизнь пчелскими деснејшим образом привязана к соту. Жизнь. Жизнь. Жизнь деснејшим образом привязана к соту. Такле живот пчела је, пчелиниј дружба је најтешнье везан са изграђеним саће. Вы хорошо знаете о том, что соты в результате эксплуатации пчелами навараћа разгода, они что, стареј ју? Саће услед небоња легла стареју. Если пчелы используют сот исключительно для размещения мёда, он може нам служить до 30 и более. Ако се саће употреблява само за одлагане мёда, то оно може наслужить и 30 и выше година. Как говорят пчеловоды, в этом случае сот будет вечно молодыј, да, как образно пчеловоды говорят. Как и неј. Вечно молодыј. Как и неј. Как и неј. А, и вы. Как и неј. Такле, у том случају човари кажу, сад ће може да буде вечно молода, а я сам мало дотал, как и ми. Мало умот, мало да не језем. Но по мере использования соты наворачивого расплода, он стареј и оказывает существенное влияние на качество пчел. И вот здесь, вот в этой таблице, значит, приведены эти данные, значит, тогда пчелы те, пчелы зелени, известные, коричневые, темные и черные. И, во-первых, обје здати подачи засвета, црвенкаст, тааман ниј, черные, черносаће. Во-первых, мы видим, що поведе стареј наз , а объјј ячейки ближается на средство 19% процеј. Како саће стареј, то његова запремина челеја се сманюеј за 12% процеј. Но помните о том, что пчелы больше снижения, чем до 12% в объеме ячеек не допускают, они способны оценить объем ячеек. А дальше, чтобы обеспечить этот объем, они что делают? Начинают выгрызать донышки ячеек, которые очень толстые. Они начинают выгрызать донышки, они начинают выгрызать донышки, что связано с огромными затратами времени и энергии со стороны донышков. А это связано с огромным утрошком энергии и времени за те операции. И объем ячеек оказывается существенным влиянием на качество наружающих возрастов. Затем на теле жестоко утечет на массу едных черенок в прочем члене. Объем ячеек на 12% практически, смотрите, пропорциональность этому приводит к уменьшению массы. Все это идет даже на эту величину. Более то и в ваших учебниках сербских и в учебниках российских. Высказаны рекомендации ошибочные. Они уже господствуют более 30 лет. Исказана је погрешна препорука која постои 30 година. Ведь азгатимло, это практически уже пол века назад устанна бит, что чем старше, чем он сильнее, тем он что? Теплее. Установлено је пол века ранее, а можда и још пре, да, что је садче тамнее, то је оно топлее. И тогда нам, пчеловодам сказать, формируйте вместо нацим из тёплом, как наиболее тёплом соте. И препорућују је пчеловима да за зимске услови пористе исключиво тамно садче као топлее. У томе се крија огромна грешна. Ведь што је установлено? Возраст и качество сотов оказывают очень сильное влияние на скорость кристаллизации кормового запаса. Старост и квалитет садча веома битен утикай има на брзину кристаллизације меда. Мед и садча у којима је било легло три запета три пута брже кристаллише, него у оним тјелјама ге легло није било. У таном садчу мед прже се укисели. А због брзе кристаллизације зимских резерви, пчеле зими страдаю. В этом случај и гибель и ослабление семеји выше. А у том случају и угинјаване, и ослабление друштва је яче. И вот я вам приведу кроме, так сказать, данных кроме ученых России, еще исследователи из Швеции. А я ћу да вам поред научника из Русија, оде неке податке дам које у Швецкој је извершил Петерсон. И вот он оценил резултаты зимовки 15,5 тысяч членов зимеј. Он је изтраживао резултаты зимовња 15,5 тысяч членов друштва. И он је установио. И он је установио. У большинстве случаев понож отмећао се там, где были оставлены старые сосудни. И он је приметиво да је у већини случаја прорив се приметиво код одних друштва где је било старо садч. И именно этот фактор в том числе является очень мощным и основным в пораженности пчелокими аскосферозом, нирцами и другими сосудними. Прошу вас помнить и я думаю, что вы это знаете. Моли вас да забавтите, а я мислим да и то и знаете. Ведь старо садче служиѣ као извор инфекционных оболења. Учёны показали, что споры американских глица остаются вирулентними в сотах, которых не ели за 35 лет. Учёны показали да у старо садчу изазивач америкћке трулејжи задржава вирулентност, за 35 година. Скоро возбудительна дематоза сохраняя своју жизнеспособность в сотах полтора-два года. За сколько? Полтора-два года. А 1,5 до 2 година је репшта модемоза? А споры аскосфероза до 4 лет лет. И при условии, это надо вот подчекнуть, что они знают, когда температура в наружном воздух опускается до минус 20 мигра. А под аскосферозе такоће је и при минус 27 степени вирулентност, и по этой причине Кениг в 86 году показал. Как? Кениг немец. А, Кениг немец. Да, немец. Он показал, что те земли, которые имеют преимущественно темные зоны, их пораженность аскосферозом была в 7 раз выше. Дакле, 7 пута је зараженность аскосферозом была већа код оних друштва где је было старо садце, и то је показал немец. Гениг. Кроме того, челин и воск с гадами аккумулируют тактически вещества. Сем тога, челин и воск током година аккумулира тешке метале, што во многом определје и качество меда, што увелико одређује квалитет меда. И вот уважаемо колеги, ја би вас просил запомнить, што својеверечна смена старо садца на молодије поздравије жије проблем практического пчеларства. Смена старог садца младиј, замена садца, омогућава да се 10 практичних проблемов пчеларства реши. Дакле, болје е квалитет пчела. Снижаје е энергонабраје пчел по подготовје дечеје ксотов для класних масок. Снижаје се губије пчела за припрејје пчелија за одлагаје яја проблематите. Уменијје поражение рожкоза и гнистов, и астоксорозов, и паракозов, а праје пчел меньше поражаје на земакозов. Сменаје се могучност заражавања легла трулежима, астоксорозом и астоксорозом, а саме пчеле мање се заражавају на земоза. В том числе возрастает лечебни ефект под медикаментозным лечењем. Повећава се лековити ефект при медикаментозном лечењу трулежим и астоксорозом. Снижаје се затрата трулежим средств на децинфекцију саћа. Сманјује се крошкови рада и ночених средств на децинфекцију саћа. Вознајте, што темные соты больше поражаје с восковое полеје, а светлые соты меньше поражаје. Да, но саће то, што знајте, брже се захватаје от воскового молца, а светло саће рече. Снижаје се такође закишљање меда и кристализација, а то утича да се сманјује и угинјавање друштала током зиле. Светло саће даје можуће да се добије екологически чистија продукција, што је данас веома значат. Војверение на инстинктивное обновление расплодичајање гвезда позволяје наличку заће на 40%? Најзад, благовременно замена саћа, омогућава да се продуктивност подигне на 40% до 47%. Уважаје господије, по всем учебникам и вашам, по всем рекомендацијам, было записано што? Что мы в течении года должны менять до 33% саћа. У свим учебницима и код нас, и код вас, стои да треба меняти 33% саћа годишньо. У современних условиях, в которых вы находитесь и мы, российские пчеловоды, у современних условиях, у коима се ви налазите и мы, русские пчеловоды, кога практически на циепатиках отмечается астоспероз, кога се с короносвим тревинјацима примечује астоспероза и друге инфекционе болести, я специально за заключил в рамички тем, что бы мы запомнили и ушли с таким выводом. Я со специалом овде урави овай закључак, да би с ним ви отишли одовде, что в условиях наличних семян смешанных инфекциј, да у случаю мешавитих инфекциј, мы должны ежегодно обрегать до 50% из 200%. Без этого сейчас нормально работать нельзя. Ми морамо током године да заменимо 50 и више посто сача, без тога се не може. Уважаемо, на этом позвольте поставить точку.